Приветствую всех на моем канале, с вами как всегда Лейкин. Сегодня у нас обзор на новый сервер под названием 1.5.7 классик. Думаю не буду тянуть и перейду сразу к описанию сервера. Проект находится на версии 1.5.7, следовательно 6 раз и 12 классов. Рейты на опыт дух x1. Максимальный уровень 105, присутствует два перерождения. Имеется боевой дух, максимальное небо ясности. На проекте имеется культивация бутрица и асуры. Финал камня в шмот 3 па, пз, пушку 130 атаки, 4.5% пения и 3.4% крита. Финальная экипировка это R8, R2, R9, R3, оружие 80 па и пз. И конечно же джин, душа, тайшанг. Переходим в саму игру. По старту думаю ничего говорить не нужно, так как выше я уже сказал, что рейты на сервере x1. Поэтому тут все по стандарту. Начинаем новую локацию переправа душ. Делаем цепочку до 20-30 уровня, а далее все по канону. Уважение, ябда сотки, чтобы уйти на первое и второе перерождение. Также стандартный и всеми привычный сундук с наградами за уровень. Заменен на новый, под названием система достижения лотос. Поэтому собрать репу будет куда проще. Думаю, кто играл на офе, меня поймут. Да и пырушек там куда больше, чем в обычном сундуке. Хочу отметить, что скилл до 10 уровня учатся только за дух, что думаю очень приятно. Ну а также сервер имеет огромную направленность в ПВЕ контенте. Проект насыщен кучей различных данжей под стать данной версии. Таких как Море Иллюзии 2 режима, Дворец Рассвета, Серебряная Цитадель также 2 режима, ПВЕ и ПВП Миражи, Башня Будды, Храм Стихий, Трули Данши и многое-многое другое. К слову, рейты на награду и лут в данных локациях повышены. Поэтому формить на экипировку будет более чем приятно и довольно быстро. Первое, о чем хочу рассказать и показать, это КХАП. Здесь оно отличается от того, к чему вы привыкли. Новые этапы с более вкусной наградой. Также в нем остались такие НПСы, как Управляющий Гильдии и Хранитель Ресурсов, что отвечает за ивент БЗР. Р-8Р делается в тех же печах, что находится на востоке ГД. Для крафта вам понадобятся истоки светил, что падают в Серебряной Цитадели. В принципе, как на Офе, покупаете пояса, приходите в Циту и выбираете свою награду. С учетом того, что рейты повышены в ДЖ, собрать шмот можно будет за пару заходов. Далее переходим к дому, в котором вам предстоит собирать финал пушку. Ту самую с 80 па и БЗ. Большой акцент на дом и все, что с ним связано, делать не буду. Ходите в Мираж, фармите Ресы, крафтите пушку, начиная с обычной и улучшаете до финала. Не стоит переживать, даже если вы никогда не играли на подобных сборках, на форуме вы всегда сможете зайти в раздел гайда и найти нужный. Обо всем уже позаботились за вас. Думаю, разберетесь. Переработан фарм ГБП. Теперь актуально собрать нижнюю бижу со специальной эссенции, которые падают с каждого босса внутри данжа. На тоску по еже ходить будет более чем приятно. Для тех, кто любит делать квесты, также есть приятные плюшки. Администрация не обошла их стороной и добавила награду за количество выполненных заданий. С наградой можно ознакомиться на форуме. Ну и не могу подметить тот факт, что будет марафон за полторы тысячи квестов. Так что можно совместить приятное с полезным. Ну и раз уж заговорили про марафоны, не могу не рассказать об оставшихся. Улучшение дома, захват территории на 100 тысяч рублей, получение уважения и апнеба. С очень даже хорошими наградами. Не отходя от кассы, сообщаю про бонус к конспатям и гильдиям. С кэшбэком в 15% мастеру клана. Все ссылки я оставлю в описании на темы, можете ознакомиться. Шоп довольно обширный и дешевый. Множество стилей, полетов, маунтов и не только присутствуют в нем. Но больше всего хочу отметить систему вип-очков. Она тут есть. Титулы, а также покупка фулл панели скиллов, ну и шары дракона, самое вкусное на мой взгляд. Что служит отличным бустом для тех, кто вкидывает копейку. Ну и последнее, что хочу рассказать, это про западные земли. Они здесь есть и весь контент, связанный с ними, также присутствует. Мы можем наблюдать всеми любимую работающую арену Авроры со всеми вытекающими наградами, а также шпотками. Новые ежа, всеразличные ежедневки и цепочки в ЗЗ не пройдут мимо лаз. Есть 12-е великие скиллы, а также руны, что характерно под стать данной версии. Пассивки не трогали, ничего не резали, так как финальное небо на сервере это ясности. То все мейл-скиллы, что к нему прилегают, также прокачиваются. Хочу подметить, что за все цепочки в западных землях вам будут давать медали порученца с наградой в x2 от обычной. Они нужны для того, чтобы делать великие умения, а также кровь для ваших пассивок. НПС, рыцарь-гектор стоит в нерушимом городе, у него можно обменять все необходимое. Думаю, пора подводить итоги. Единственный классический сервер 1.5.7 на моей памяти. Есть куча отличий от привычных нам ядер, таких как 1.3.6 и 1.4.6. Есть своеобразный контент, множество различных данжей и фарма в них. Забалансированы классы как в PvP, так и в PvE, что настроены с помощью ядра. Удобный интерфейс, продуманный до мелочей. Попытался максимально рассказать вам о проекте. Кого заинтересовал, пишите в комментариях. Все ссылочки на форум и сервер я оставлю в описании. Это был сервер 1.5.7.plasic. Ну а данный ролик вещал Лейкин. Еще увидимся. Всем пока. Напоследок, чуть не забыл, хотя уже попрощался. Если ты хочешь залететь на данный проект, то на сайте, в группе ВКонтакте, соответственно, да, ты можешь увидеть такую замечательную тему, как конкурс репостов. И здесь будет 10 призовых мест на голду, да, 1000 голды, 500, 300, 200 и по 100 голды каждому. И также здесь, ну, получается это все в сумме на 12,5 тысяч рублей. Поэтому, если ты будешь залетать на сервер, то участвуй в конкурсе репостов. Скоро он уже закончится и все условия здесь, в принципе, указаны. Поэтому желаю тебе удачи.